Телекомпания Privat TV Продюсерский центр Cheese Представляют Здравствуйте Сегодня в программе Одновременно на всей территории древнего мира Начался великий потоп Многомесячная погоня за русской армией Окончательно измотала войска Наполеона Лучший спокойник нашей страны Иван Столбняк Вышел в финал текущей Олимпиады Подробнее об этих и некоторых других событиях Мы поговорим в этом выпуске программы Не время Потому что в другом выпуске Будут уже другие события И говорить об этих событиях Будет уже не время Вчера Все прогрессивное человечество Постоянно двигаясь вперед В полном составе Опять зашло куда-то не туда И оказалось перед лицом Очередного Армагеддона Крайняя распущенность древнего общества И запущенность всемирной канализационной системы Привели к всемирному потопу Репортаж с места событий Нашего постоянного водолаза Кусто Всемирная течь началась на верхних этажах И к настоящему моменту Не затоплены только первые этажи И окраины древних городов Где просто нечему течь Уже есть первые жертвы Однако до общего потопа Осталось еще часа четыре Мы беседуем с руководителем Древнего общества спасения на водах Прапрапрапрадедом Прапрапрадеда Прадеда Деда Мазая Товарищем Ноем Так, не ной Скажите, как идет подготовка К концу света? Плохо, очень плохо Специально для этого случая Мы выпустили огромное количество Цветных, красивых, ярких афиш Конец света, начало в 19.00 Прекрасно Правда? Да Раздали их тысячам расклещиков Каждому, наверное, не меньше тонны Ну и что? Понимаете? Ну как, ну и что? Ну как, ну и что? Переборщили мы с этими тоннами Утонули расклещики Ай-яй-яй Скажите, как ищи ной Не ной, я тебе говорю Сыновья вам не помогают? Старший, сим Да А, младший, хам А, да, извините, простите Скажите, товарищ ной Ной Да не ной Я слышал, у вас есть замечательный ковчег Откуда он у вас? А я его карты выиграл У Индианы Джонса Так что же вы при этом еще и ноете? Ну как не ныть? Ну как не ныть? Как же не ныть, когда он построен из такого фигового дерева? Из фигового? Да какая разница? Да, кажется, человечество действительно обречено Точно обречено До полного затопления осталось еще часа два-три И говорить о гибели человечества еще не время КУ-100 специально для программы «Не время» Войска Наполеона к исходу шестого месяца Отечественной войны Похоже, совсем перестали выдерживать высокий темп Заданный отступающей русской армией Столкнувшись с очень необычным способом ведения войны Французская армия за полгода Так ни разу и не догнала русские войска Если не считать, конечно, небольшую Но жаркую стычку у Бородино Жаркую В итоге разгоряченные французы оказались Тянутыми вглубь России, где их и подстерегали дикие пятиградусные морозы Репортаж с места событий нашего специального полководца Барклай де Толли Погонявшись несколько дней по кольцевой дороге, французы окончательно замерзли Тогда они подожгли Москву, погрелись и, плюнув в сторону отступающих русских, отправились на родину Мы беседуем с главнокомандующим французских войск, господином Наполеоном Человеком, доказавшим всему миру, что прежде всего он гениальный полководец А потом уже прекрасный коньяк и хороший торт Скажите, а почему вы прекратили наступление? Идите, идите, я догоню вас в лесу Дело в том, что последние несколько дней русские отступали очень быстро Поэтому возникла угроза, что они зайдут к нам в тыл Ну неужели вы, покоривши всю Европу, не смогли победить какую-то русскую армию? Да победить я их могу, я их догнать не могу Ну а что вам мешает? Нам мешают русские женщины Во-первых, их много Во-вторых, они такие красивые Знаете, мы просто не справляемся Не успеваем Но у Бородина-то получилось? Ну что вы путаете? Какого-то композитора и целую армию Что это вам, голубчик мой? Князь Игорь? Ну согласитесь, здорово это Кутузов придумал с отступлением Какая замечательная тактика Как? Какая тактика? Патроны он бережет Их мало у него, он их и бережет Пуще глазу А какова ваша дальнейшая тактика? Наша дальнейшая тактика Мы решили ответить русским тем же И предприняли стремительное контр-отступление Гениально Гениально, не то слово Правда, отступать приходится по старой смоленской дороге О, пожалуйста А что ж плохого? Вставай и иди Что, Платон, плохого? У них и новая-то нехти А тут, о, второй, пожалуйста Понимаю Наполеону придется отступать по той же самой дороге А как известно, возвращаться Это очень плохая примета Однако, о полном поражении Говорить еще не время Толя Барклайдэ Специально для программы Не время Мой сын ковырялся на стройке Упал в бочку с мазутом И запачкал свои новые джинсы Через месяц, когда он выписался из больницы Мазут уже глубоко въелся Так что мы не могли не то что отстирать джинсы Но даже снять их с него Но тут моя знакомая Эмма Петровна Посоветовала мне применить Суперстиральный порошок И что вы думаете? Химзавод номер один Мазут мы делать научились Здравствуйте Вы только никому ничего не говорите Но у нас очередной скандал Все началось с того Что один итальянский папа Карло Устал упрашивать маму Карло И закрывшись ночью на кухне Сам сделал себе мальчика Но даже несмотря на то Что мама в этом никакого участия не принимала Сын все равно получился от соседа Одним словом Полный муратино Родившись Он тут же убежал в лес Где приставал к деревьям И кричал им в дупло Завидно? Чурпаны неотесанные О! Брат, сестра! Так брат А так сестра Понятно, близнецы Ну что, докричался? Даже не спрашивай На пару минут отвлекся почесать нос И тут же попал в лапы этого пса Артамона И этой девочке Я извиняюсь С голубыми волосами И много вкатали Три часа строгого режима И все И еще час за неумение сидеть за столом Как? Я даже до школы не доехал Мне же из денег дали только азбуку Не густо Но я тут же ее сменял на На плейбой Врешь Детям до 16 азбуку на плейбой Не меняют Ты че? Ты годовые кольца видел? Ох, верю, верю Буратино Что бы ты хотел сказать Нашим телезрителям на прощание? Я бы хотел обратиться к папе Карло Я убежал из дома Я бродил по сказочным... Не то, не то Убежал Я из дома Бродил по сказочным мирам А я прошу Забери меня, папа В сетях улица браться домой Я послушным и правильным стану А здесь чужой А здесь чужой Извините Вот, пожалуй, и все основные неновости на сегодня Но вас ждут еще неновости спорта и непогоды Так что расслабляться Еще не время О! 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 Здравствуйте! Тем, кто смотрит нас не в первый раз Напомню, что 3547-м олимпийским видом спорта Стало олимпийское спокойствие Не так давно У нас в студии был лучший спокойник нашей страны Иван Столбняк И вот буквально вчера Иван вышел в финал текущей олимпиады И сегодня у нас в программе Бой за звание олимпийского чемпиона Давайте сюжет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы поздравляем Ивана Столбяка с этой прекрасной победой В копилку нашей сборной добавилась еще одна золотая медаль Теперь их 2653 Пускайте прогнозы Здравствуйте! Итак, что же ожидает нас завтра? Ожидается, что жара, причиной которой стала независимая украинская озоновая дыра, продлится еще не один день Ой, сама не рада В стране начнется небывалый сушняк Ох! Пересохнет даже Днепр Обнажив тем самым многие недостатки и даже некоторые достоинства Правительство тут же в полном составе выйдет к Днепру И сделают в него некоторые вливания Поэтому спасаться будет кто как может В армии ведут новую форму одежды Экономика полностью уйдет в тень А шахтеры вообще откажутся подыматься на поверхность Чтобы не пригорала лысина В моду войдут тефлоновые кепки И не меньший спрос будут иметь тефлоновые трусы От полной безысходности по всей стране прокатятся волны яростных беспорядковых демонстраций С требованиями разогнать их водометами Давай, давай Ой, дай бог тебе здоровья Ой, спасибо Единственным, кто выиграет в этой ситуации, будет кандидат Мороз Который наберет за это время огромное число дивидендов Один словом, дожди ожидаются, но не предвидятся О, ой, как хорошо Ой, как хорошо Ой, ой Ой, ой До свидания До следующих прогнозов Ой, ой Наш выпуск подошел к концу Но мы вновь встретимся с вами через неделю А это значит, что переключать телевизор на другой канал Еще не время До свидания Пускайте титры Пускайте прогнозы Пускайте что-нибудь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин